В Тверской области за 2022 год на миграционный учет встали около 126 тысяч иностранцев. Большинство из них граждане Узбекистана. Основной мотив пребывания на территории нашей страны – это работа. Однако, согласно новому региональному законодательству, более чем в 30 сферах иностранцам трудиться запрещено. Как в Тверской области борются с нелегальными трудовыми иммигрантами, и как наказывают предприниматели, которые нелегально нанимают на должности граждан из других стран, об этом рассказывает наш корреспондент. Как рассказали на пресс-конференции 1 марта в региональном управлении МВД России по Тверской области, основной состав миграционного потока – выходцы из стран СНГ. 40% из них – граждане Узбекистана, 30% – Таджикистана. Всего же на учет в Тверской области встали 126 тысяч иностранцев. При этом 99 тысяч были сняты. В целом трудится в регионе около 20 тысяч мигрантов. Все они под контролем правоохранительных органов. Так было выявлено более 6 тысяч нарушений миграционного законодательства. Особое внимание нарушителям-рецидивистам. Управлением и остальными службами УМВД принято решение о закрытии въезда в Российскую Федерацию более 820 мигрантов. Это те граждане, которые совершили неоднократно административные правонарушения. Также это те иностранные граждане, у которых закончился срок нахождения в местах лишения свободы. Патент на работу оформили в 2022 году 17 тысяч иностранцев. В основном они трудятся подсобными рабочими грузчиками-уборщиками. Впрочем, немало среди иностранцев, претендующих на вакансию врача, парикмахера или повара. Мы поинтересовались у тверичан, считают ли они сегодня привлечение трудовых мигрантов необходимостью. Плюсы, конечно, есть, что рабочие места заняты. И в основном рабочие места, на которые граждане Российской Федерации, не идут. Просто в силу, может быть, небольшой зарплаты. Не столкнулся с мигрантами, не работал. Сколько лет я живу, сколько на производстве, лет за 40, что без них, вряд ли в центральную Россию, вряд ли обойдемся. А почему? Не хватает рабочих сил. Сначала у нас свои должны работать люди. Я считаю так. Я в стройке работал, знаю, что почему именно. Дешевле и, может быть, надежнее в какой-то степени. Как видим, мнения разделились. Однако сейчас в ряд сфер гражданам других государств вход заказа на территории Тверской области. Постановление губернатора вводит запрет для иностранцев по 30 видам экономической деятельности. Соблюдение этих мер работодателями также под контролем правоохранителей. Это оптовая и розничная торговля. Торговля транспортными средствами, а также автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Складское хозяйство. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Переработка и консервирование фруктов и овощей. Строительство гидротехнических сооружений. Производство пива и алкогольной продукции. Деятельность в области здравоохранения и образования. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. Деятельность по представлению прочих персональных услуг. Еще есть работодатели, которые все равно незаконно привлекают иностранцев. 840 предпринимателей, 157 юрлиц были выявлены правоохранителями и привлечены к ответственности. За работой были пойманы иностранцы-парикмахеры, продавцы в магазинах розничной торговли, в общепитах. В таких случаях горе-предприниматели штрафуют на 400 тысяч рублей или приостанавливают деятельность. В целом в регионе, пытаясь сэкономить на сотрудниках, коммерсанты пополнили казну более чем на 12 миллионов рублей. А сами чужеземные нарушители оштрафованы более чем на 5 миллионов. Особо злостные нарушители были выдворены. Таких 274 человека и еще 130 депортированы по другим причинам.